За последние сутки в Одесской области диагноз коронавирус услышали 899 человек. С начала пандемии инфицировались 45 838 жителей региона. От осложнений, вызванных ковидом, из жизни ушло 6 пациентов инфекционных отделений Одесской области. Зато за сутки побороть недуг смогли 375 человек. В городской инфекционной больнице свободными остаются 15 ковидных коек. Ситуация с коронавирусом ухудшается. Поэтому глава МОЗа рассчитывает на поддержку инициативы Министерства здравоохранения касательно увеличения финансирования медицинской отрасли в государственном бюджете на 2021 год. В частности, предлагается предусмотреть расходы на систему здравоохранения в размере 296 миллиардов гривен. Мы с вами понимаем, что действительно государство должен в полном обществе платить за лечение, за наше лечение. Само за это мы сейчас бьемся. Само за это я бьюсь за те цифры, которые должны быть. Я считаю, что Украина наконец-то должна вылезти уже с этого болота. Когда мы только смотрим в интернете, в соцмережах, в каком состоянии находятся наши лекарства. Когда мы смотрим на видео наших лекарей, которые получают заработную плату на нижнюю в стране. Помимо повышения размера оплаты труда медиков, в бюджетный запрос МОЗа заложены средства на обеспечение медицинских учреждений медикаментами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и других болезней. Максим Степанов убежден, что государство должно в полном объеме обеспечивать лечение своих граждан, чтобы каждый украинец независимо от места проживания получал качественную медицинскую помощь.